Завершить четвертьфинальную серию Кубка Петрова Воскресенскому химику удалось достаточно быстро. За пять матчей желто-синие дали четко понять за Уралью, кто лидер. Чтобы заполнить паузу между ответственными встречами и не потерять игровой настрой, хоккеисты провели открытую для болельщиков тренировку на домашнем льду. Она прошла в формате двустороннего матча между желтыми и синими. Тренировки это одно, а игры совсем другое. В связи с этим мы решили сделать такой двухсторонний матч, чтобы ребята в игровой манере, именно как в игре, не просто как можно было двухстороннего тренировки устроить, но это немножко не то. Настроение у ребят будет совсем другое. А здесь, когда будут и зрители, и табло, и судьи, это будет уже напоминать настоящую игру, поэтому ребята будут больше выкладываться. Я думаю, что это нам такую определенную пользу принесет в плане подготовки. Как показала практика, болельщики Воскресенского клуба справедливо называют Игоря Гришина знатоком формулы успеха. Наставник химика разделил команду таким образом, чтобы в составе каждого коллектива были как бригады большинства, так и меньшинства, чтобы более уверенно отточить тактику игры. С первых секунд лидерство захватили синие. Немного погодя, желтые отыгрались, но первый период закончился со счетом 3-1 в пользу синих. Зрелищная и искрометная игра команды весь матч радовала болельщиков, которых на трибунах собралось немало. Традиционные заводные кричалки, звучный барабан, плакаты и флаги еще больше бодрили игроков и заряжали на результативную борьбу. Посмотреть на игру ребят, поддержать ребят, как они готовятся к полуфинальной серии, чтобы вышли в финал, охота пожелать. А самое будет замечательное, если выиграют кубок Петрова. Предпочтение к желтым идет, ну потому что как бы больше желтого, потому что майка желтая, поэтому желтый. Вроде как договорились, у кого синие майки, то те за синие будут болеть. Но кричим одинаково и за тех, и за тех, и за синих, и за желтых. Болею за «Химик» с 80-х годов, начиная с Бориса Юрьевича Веригина. Надо побеждать в этом сезоне. В данный момент это сильнейший состав за много лет. И по анализу, любую команду можно пройти, и «Металлурка», и «Рубина», и «Сокол». К началу третьего периода желтым удалось отыграть еще одну шайбу, но синие не собирались уступать. Итогом матча стали 9 шайб со счетом 6-3 в пользу синих. И невероятные эмоции, которые подарили хоккеисты своим верным болельщикам. А еще сами игроки и тренерский штаб наглядно показали всем, что останавливаться на достигнутых результатах точно не планируют. «Планируете, когда немножко поменять, может быть, стиль игры, либо что-то новое добавить в новый период?» «А разве никого не устраивает наш стиль игры, кого-то не устраивает наш стиль игры?» «Отлично, все устраивает». «По-моему, мы весь сезон придерживались одного стиля, и мы не хотим ничего менять. Мы хотим играть в наш зрелищный хоккей, в атакующий хоккей, забивать много голов. Мы ничего менять не собираемся». Ну а мы пожелаем нашей команде также достойно отыграть полуфинальную серию и ждем «Химик» в финале. Юлия Теунова, Евгений Стародубов. Новости Искровект.